Такого не случалось со времен, когда четвертая плойка была молода и AMD еще выпускала хорошую мобильную графику. Нет, я не являюсь ярым фанатом красных, но эти две наклейки символизируют начало нового витка противостояния, а здоровая конкуренция — одно из ключевых условий развития отрасли. Всем привет, на связи МК, и сегодня я расскажу вам о уникальном девайсе. Уникальный он не только потому, что мне его заслали, а потому что это первый ноутбук MSI, в котором используется процессор Ryzen, и первый на рынке лэптоп на 7-нм графическом процессоре Radeon RX 5500M, который отправился в крестовый поход на средний сегмент игровых мобильных видеокарт Nvidia с намерением составить хорошую конкуренцию GTX 1650 и 1660 Ti Max-Q. Речь идет о MSI Alpha 15. Давайте с ним разберемся. А перед началом обзора я хочу вам сообщить, что именно этот ноутбук отправится одному из вас. Я предложил MSI провести конкурс, и они согласились. Я лично выберу победителя в прямом эфире и отправлю этот ноут транспортной компанией в любой регион России. По ходу видео я расскажу условия конкурса. Поехали. Линейка Alpha — это новое игровое подразделение MSI. На ноутбуке теперь не красный дракон, а как это ни странно с учетом полностью красной начинки, зеленый Fenix. Когда я достал ноутбук из коробки, мне показалось, что это не 15-дюймовая модель, а что-то меньше. Ноутбук выглядел очень компактным, а все это из-за тонких рамок. Толщина устройства 27 мм, вес 2,3 кг. В целом он выполнен в классическом стиле, а игровую направленность выдает разве что система охлаждения. Футуристическая задняя крышка напичкана вентиляционными отверстиями. Верхняя — алюминиевая, все остальное — пластик. Думаю, сделано это для удешевления. Цена Alpha 15 на момент обзора от 68 до 89 тысяч рублей в зависимости от объема ОЗУ, наличия операционной системы и магазина. В нашем случае это версия на AMD Ryzen 7 3750H, встроенный Vega 10, 16 гигабайт ОЗУ, работает на частоте 2400 МГц, видеокарты Radeon RX 5500M на 4 гигабайта и SSD на 512 гигабайт. Ноутбук легко разбирается, достаточно открутить 12 винтов и снять заднюю крышку. Делать я, конечно же, этого не буду. Во-первых, я рукожоп и обязательно что-нибудь поцарапаю или потеряю винтика мне его еще кому-то из вас отправлять. Во-вторых, это уже сделали коллеги из Pro Hightech, где все показали. Если коротко, то система охлаждения Альфы внушает доверие. 7 тепловых трубок и 2 вентилятора, которые на пике звучат как пылесос, но об этом я расскажу чуть позже. Внутри два слота под ОЗУ 1М2 и есть свободное место под 2.5 мм накопитель, куда можно поставить HDD или SSD. Клавиатура по традиции от SteelSeries имеет средне-высокий ход и упругую отдачу. Сам шрифт мне не очень нравится, но тут уже на любителя. Она имеет стандартную раскладку и светится всеми цветами радуги. Эту светомузыку можно настроить под себя с помощью предустановленного ПО от SteelSeries. На корпусе есть отдельная кнопка для отключения подсветки и перевода системы охлаждения в режим Turbo. Звук при этом будет вот такой. При наборе текста корпус не прогибается, ничего не скрипит, не люфтит, собран девайс добротно. Веб-камера устройства работает в разрешении 720p и, как видите, изображение, мягко говоря, не очень. Для звонков по Skype такой мутной картинки может и хватит, а вот для стримов точно нет. Быстро пробежимся по портам. Слева порт Ethernet, HDMI, Mini DP, один USB с красной подсветкой, один USB Type-C и аудиоразъемы. Справа картридер и еще два USB порта. Все они сдвинуты ближе к передней стороне, что может быть неудобно при использовании периферии, но, судя по системе охлаждения, другого выхода у инженеров не было. К тому же коннектор питания тоже находится посередине, что не совсем удобно. В комплекте с ноутбуком поставляется адаптер питания мощностью 180 Вт и весом полкилограмма. Теперь про дисплей и перейдем к играм. Alpha 15 получил Full HD IPS матрицу с диагональю 15,6 дюйма, частотой обновления 120 Гц, AMD FreeSync и антибликовым покрытием. Для игр и просмотров фильмов этот дисплей подходит, но для работы с графикой он не годится. Цветовой охват неполный 59% Adobe RGB и 91% sRGB. Экран лэптопа обладает хорошими углами обзора во всех плоскостях и не имеет шим, то есть не мерцает. Как видите на улице, под ярким солнцем видимость стремится к нулю, работать некомфортно. Как и на всех недорогих IPS матрицах присутствуют засветы на черном. В моем случае они видны сверху и это друзья мои норма. На моем ASUS за 150 тысяч все было куда плачевнее. Теперь собственно начнем применять его по назначению, а перед этим я скажу первое условие для участия в конкурсе. Прямо сейчас поставьте лайк. Поставили и едем дальше. Все игры будем запускать в родном разрешении Full HD. Я не буду повторяться и тестить ноутбук в Dota 2, The Division 2 и PUBG. Это сделали ребята с Pro Hightech. А мы начнем с новинок. Call of Duty Warzone. Все настройки высокие, разрешение теней среднее, буферизация теней отключена, сглаживание максимальное. После прыжка с парашютом есть редкие замирания фреймтайма, после чего фпс стабилизируется в районе 60 кадров. В работу периодически включается встроенная вега, оперативку игра есть солидно, больше 11 гигабайт. По ходу игры фреймтайм периодически калашматит, но явных зависаний я не увидел. Температуры в пределах нормы, процессор 70 градусов, видеокарта не больше 65. К концу боя средний фпс чуть выше 50 кадров. Для стабильных 60 некоторые настройки необходимо скинуть на среднее или снизить сглаживание. Продолжаем играть онлайн. World of tanks HD client сходу ставим все настройки на ультра. Средний фпс стабильно пробивает 60 кадров, что не удивительно. Для этой игры производительности более чем хватает. Даже версии с 8 гигабайтами ОЗУ будет достаточно. Максимальная температура CPU 78 градусов, видеокарта 79. Фреймтайм ровный, без сильных скачков. К концу боя средний фпс 80 кадров. В общем, танкистам этого ноута точно хватит. Теперь классика. Третий ведьмак. Все на высоком. NVIDIA Hireworks отключен. Игра выдает чуть выше 60 кадров. Основная нагрузка ложится на карту. RX 5500M загружена почти на 100%. Проблемы случаются на открытой местности. Периодически игра подвисает. В помещениях фпс вырастает, но в целом я получил чуть больше 60 кадров. Rage 2. Ультравысокие настройки. Здесь фреймтайм ровный, но получить больше 60 кадров не удается. Основная нагрузка уходит на карту. Периодически подключается встроенная вега. На открытой местности фпс и вовсе падает ниже 50. Фреймтайм уже начинает волноваться. И понятное дело, процессор здесь грузится куда сильнее. К концу игры я получил средний фпс 50 кадров. Видеокарта нагрелась до 80 градусов. Процессор до 75. Метро исход. Тут будет потяжелее. Игра изначально адаптирована под NVIDIA. Настройки графики высокие. Хайрворкс и тесселяция отключены. Сглаживание 16x. Понятное дело, без трассировки, ибо карточки от AMD ее не поддерживают. Работают обе карты. Выше 50 фпс никак не поднимается. А в разгар битвы вовсе может просесть ниже 40. Тут 60 кадров мы получим лишь на средних настройках графики. К итоговым результатам можете добавить пару фпс, так как игры писались на Bandicam с максимальным качеством и включенным фпс-монитр. Ну что ж, для онлайн-игр 4 гигабайт видеопамяти хватает. Но в тяжелых проектах на максимальных настройках карточки на 4 гигабайта явно уже маловато. Следом хочу у вас спросить, как вы считаете, сможет ли AMD в 2020 году создать конкуренцию Nvidia в топовом сегменте мобильной графики? Напишите свое мнение в закрепленном комментарии. Это второе условие конкурса. Radeon RX 5500M это среднеуровневая видеокарта, которая действительно по производительности где-то между GTX 1650 и GTX 1660 Ti Max-Q. Если у вас видеокарта от AMD, вы знаете, что тут важно следить и вовремя обновлять драйверы, и не факт, что свежее ПО не снизит производительность, как это было у ребят с Pro Hightech. Я все тесты проводил на свежей версии, в моем случае производительность не упала. Напоследок скажу про звук. Динамики достаточно громкие, но басы практически отсутствуют, что, впрочем, присуще многим ноутбукам. Автономность, несмотря на то, что аккумулятор тут хороший, суммарной емкостью 51 Вт-час, хромает. Поиграть удастся 45 минут, но производительность при этом заметно снизится. А при просмотре видео или веб-серфинге ноутбук проработает 4,4,5 часа. Ну что же, подведем итоги. Выбор между AMD и Nvidia в ноутбуках снова обретает смысл, и я оглашаю последние условия конкурса. В описании к видео ссылка на запись в нашем сообществе ВКонтакте. Никаких репостов делать не нужно. Репосты в 2020-м это зашквар. Поставьте лайк и подпишитесь на официальную группу MSI. Ровно через две недели в прямом эфире на канале я выберу победителя через рандомайзер. Там же в описании вы можете перейти по ссылкам и посмотреть ноутбук и поддержать нас переходами. Не забудьте подписаться. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok